Как нам сделать подражателями Христу? Он для того и принес нам учение свыше с небес, чтобы возвести туда нашу мысль, чтобы мы сделались по мере сил своих подражателями, своего Учителя. А как нам, скажешь, сделать подражателями Христу? Пусть делай все для общего блага, и не ищи своего, ибо и Христос, сказано, не себе угождал. Но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. Послание Криминам, 15 глава. Никто пусть не ищет своего, а пусть, ища своего, всякий имеет в виду ближних. Что наше, то и их. И мы одно тело, и члены, и части друг друга. Послание Криминам, 12 глава. Не будем же в отношении друг к другу, как разделенные. Пусть никто не говорит, такой-то мне не друг, не родственник, не сосед. У меня нет ничего общего с ним. Как мне приступить к нему? Как начать разговор? Если он и не родственник, и не друг тебе, но все же он человек. Одного с тобой естества имеет, одного владыку, сараб, сожитик, так как живет в одном с тобой мире. И если еще содержит одну веру, то вот он и член твой. Какая дружба может произвести такое соединение, как сродство веры? Все мы крестились в одно тело, сказано 1 Коринфянам, 12 глава. Для чего в одно тело? А для того, чтобы не разделяться, но взаимным согласием и дружеством сохранять связь всего тела. Итак, не будем презирать друг друга, чтобы не пренебречь в самих себя, потому что сказано, никто никогда не имел, не имея ненависти к своему, к своей плоти, но питает и греет ее. Для этого Бог дал нам один дом, мир этот, разделил всем поровну, все поровну, одно для всех вожег солнце, распростер один кровь небо, устроил одну трапезу, землю, дал и другую трапезу, которая гораздо важнее этой, но также одну соучастники таинства знают, что я говорю, даровал всем один духовный образ рождения, у всех нас одно Отечество на небесах, все пьем из одной и той же чаши, будем же сохранять эти узи неразрывными, и никакой худой дух не может проникнуть в нас, чтобы разрушить такое единение. Аминь.